Возникающая в пружине сила упругости прямо пропорциональна удлинению пружины. После прекращения действия внешних сил пружины восстанавливают свои размеры. Эта закономерность проявляется лишь при удлинениях, незначительных по сравнению с длиной самой пружины. Опыт показывает, что если пружину сильно растянуть, она уже не примет первоначальной формы после снятия внешнего воздействия. В этом случае говорят, что при деформации пройден предел упругости. Но при решении задач удобно и вполне допустимо считать, что никакого предела упругости не существует и сила упругости остается прямо пропорциональной удлинению при любой деформации. Такое тело называют абсолютно упругим. Опыт Штерна позволяет определить скорость молекул газа или пара. Атомы серебра, испаряющиеся с поверхности проволоки, моделируют атомы газа. При неподвижных дисках все атомы проходят через прорези. Отбор атомов по скоростям происходит при равномерном вращении дисков, что и позволяет подтвердить распределение Максвелла по скоростям и оценить наивероятнейшую скорость молекул газа. КОНЕЦ